Новости 24 прямо из дома продолжает эфир телеканала ННТ. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Начинаем выпуск с печальной статистики. За 10 дней на дорогах Дагестана погибли 15 человек и пострадали 53 жителя республики. Об этом сообщает региональная ГИБДД. Выезд на встречную полосу занимает лидирующее место среди причин ДТП. Последнее крупное из них произошло накануне на автодороге Махачкала-Верхний ГУНИП. В результате погибли 5 человек, трое из них подростки. МВД Тагестана настоятельно рекомендует жителям республики соблюдать правила дорожного движения и выезжать куда-либо лишь в случае крайней необходимости. В Табасаранском районе нейтрализован водитель, открывший огонь при задержании. Сотрудники полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий попытались остановить подозрительную машину без государственных регистрационных номеров. В ответ на законные требования полицейских из салона началась стрельба. Ответными выстрелами преступник был убит. Его личность устанавливается. Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. В ходе осмотра в салоне автомашины обнаружено автоматическое оружие с обрезанным и укороченным стволом, а также самодельное взрывное устройство, большое количество продуктов питания, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета. Изъятые вещества направлены на экспертизу. В Дагестане задержали грабителя. В дежурную часть отдела полиции по городу Кизляр обратилась местная жительница с заявлением, что в ее дом проник мужчина и украл стиральную машину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками МВД при силовой поддержке росгвардейцев преступник был задержан. Правонарушитель в содеянном признался. Похищенное имущество изъято. И немного о статистике заболеваемости. На сегодняшний день оперативный штаб республики подтверждает 154 положительных тестов на коронавирус. 6 человек из числа заболевших умерло. Среди них 27-летняя беременная женщина из Хасавюрта. Ранее мы сообщали о том, что вертолет регионального Минздрава доставил Махачкалу пациентку в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медицинского персонала больницы, спасти женщину не удалось. Количество обследованных лиц в республике превысило 8 тысяч. 9 человек выздоровело. Но несмотря на неутешительные данные и объявленный режим самоизоляции, дагестанцы дома не сидят. Если первые дни карантина индекс самоизоляции в столице показывал 4,8 баллов, то сейчас на улицах можно встретить людей, как направляющихся на работу, так и попросту прогуливающихся на свежем воздухе. Некоторые связывают это с тем, что люди попросту не верят в существование какой-либо угрозы. Хамзанур Магомедов провел соцопрос и узнал, почему дагестанцам не сидится дома. Все больше людей в Махачкале выходят на улицу, нарушая режим самоизоляции. При том, что количество инфицированных коронавирусом в Дагестане с каждым днем увеличивается. Мы решили узнать у граждан, в чем же причина. Выходит, потому что уже недели две посидели, надоело. То есть постоянно сидеть мы не привыкли к этому. Работа, денег нет. Кто нам деньги дает, скажите. Я лично очень устала, поэтому вышла погода прекрасная. Мне кажется, люди сидят дома только те, кто боятся, те, кто думают, что они заболеют. Те, кто не думают, что они заболеют, они спокойно выходят гуляют, и они не болеют. Я лично много раз выходила, я не заболела, никаких симптомов у меня нет. Все у меня прекрасно, я живу здоровая, все нормально. Я не думаю, что это прямо из-за какого-то вируса такую изоляцию делать. Видимо, это какие-то свои политические, какие-то заговоры, наверное, или что-то они выдумывают. Я не знаю. Это личное мнение. И, видимо, поэтому не могут сидеть дома. Нужно выгулить с себя своих детей. Что вирус не так страшен, как его нам предподносят, это первое. А во-вторых, зверя долго в клетке не удержишь, если есть выход. В любом случае, ну, наших людей не усидчивых, ты не запрешь. С детьми тем более, все равно людям надо выходить. И не верят, до государства уже никто не верит, по факту, если так взять. Кто деньги зарабатывает, у кого деньги закончились, они не вынуждены уже зарабатывать, как-то работать. Запас тоже кончается. У нас народ такой. Они до последнего стараются, они до последнего думают, что это их обойдет. А когда уже сталкиваются, бывает поздно. Поэтому я рекомендую лучше самоизолироваться. И мы-то по мере необходимости приходится на работу уходить. Поэтому по работе вышли. Верить в эту болезнь или нет – дело каждого. Однако нельзя забывать про ответственность за себя, своих родных и за общество в целом. Она заключается в первую очередь в соблюдении элементарных правил безопасности. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим темам. Практически в каждом селе Дагестана есть люди, занимающиеся разведением пчел. В нашей республике насчитывается несколько тысяч профессиональных пчеловодов. Образцово организовал дело по производству меда и пчеловод Надир Ахмедов. Тему продолжит Зумруд Гамидова. Надир Ахмедов из Карабудахкенского района не понаслышке знает о том, как правильно вести сладкий бизнес и производить вкусный и целебный продукт. Его КПХ «Медовые горы» располагает кочевой пасекой, состоящей из ста пчелосемей. Главная специализация хозяйства, разведения и восстановления популяции горной кавказской породы пчел, мед которых отличается богатым набором полезных свойств. И неудивительно, что такой продукт считается одним из самых полезных и без преувеличения элитных сортов меда. Это наша пчела, над этим мы сейчас работаем. После развала Советского Союза не были никакие работы с этой породой и не велись. Сейчас мы своими силами, пчеловоды, с помощью министерфоза мы хотим восстановить и возродить вот эту породу. Пчелы нуждаются в постоянном уходе, вне зависимости от сезона. На данный момент пчелы наращивают силу и численность своих семей. В летнее время пасеку перевозят в село Буршак Акульского района. Это одна из самых высокогорных пасек в нашей стране. Полученный горный мед, по словам хозяина, считается очень целебным и высоко ценится на рынке. А заказы от клиентов на покупку такого меда начинают поступать заранее, уже с весны. Собираем горный, высокогорный, альпийский мед. Там в основном все дикорастущие лекарственные растения, можно сказать, сотни видов. И вот это получается горный целебный мед. Накануне на пасеке побывали специалисты Минсельхозпрода республики. По их словам, в развитии любой отрасли есть свои особенности, не исключение и дагестанское пчеловодство. На сегодняшний день в Дагестане нет такого села. Даже в высокогорное маленькое село обязательно есть один-два пчеловода, которые постоянно держат, ухаживают за пчелами. То есть пчел держат очень много, пчел любят. Вот этот год начался достаточно конструктивно в плане взаимодействия с Министерством сельского хозяйства. Есть возможность как получения субсидий, так и грантов. Помимо этого мы разговаривали о высадке медоносных растений. В принципе, все идут нам навстречу. Надеюсь, что год будет плодотворным и в следующие годы все будет лучше и лучше. Сейчас у пчеловодов в приоритете восстановление популяции породы серой горно-кавказской пчелы. Мед, который отличается большим набором полезных свойств. Дагестан – благоприятный регион для развития пчеловодства. И Надр Ахмедов рад, что в республике у него много коллег и единомышленников. По-настоящему тепло в Махачкале станет лишь к середине мая. Данные приводит Гидромедцентр республики. По словам главного синоптика, где-то до 22-23 апреля температура воздуха будет повышаться и достигнет 20 градусов. После 23 апреля она будет понижаться днем до 14 градусов, ночью до 6. Такой холодной предполагается и первой декады мая. Первый будет такой, как в апреле. Буквально после второй декады, где-то 12-13 мая, уже весна наступит, настя свои права. И в конце мая ожидается высокая температура повсеместно. Дневник до 25, кое-где до 30 градусов. Единственное, мая ожидается по прогнозу сухой, осадков меньше нормы. А этого не хотелось бы, честно говоря. Это скажет на водность рек Дагестана, за то, что снега не было, осадков мало выпадал. Оно сейчас видно на самом море, в сулоке, водность гораздо ниже многолетней нормы. Температура воды в море на сегодняшний день составляет 9 градусов, что также выше многолетней климатической нормы. Это связано с тем, что зима была очень теплой и вода за зимние месяцы не успела достаточно охладиться. Режим самоизоляции не повод забрасывать занятия физкультурой. Акция «Ночни утро с зарядки» продолжает свою работу уже в новом формате. Напомним, что инициатором популярного флешмоба выступал федеральный проект «Трезвая Россия». О том, какие тренировки можно проводить, находясь дома, узнавал Курбан Рагимов. Закрытые спортзалы и фитнес-клубы наверняка заставили многих задуматься, как поддержать свою форму, находясь дома. Далеко не каждый владеет навыками, но на помощь в эти дни приходят так называемые онлайн-тренировки. В нашем случае – утренняя зарядка от «Трезвой России». Бодрое начало дня – это залог успеха и хорошего настроения. Координатор проекта по Дагестану Шамиль Алиев показывает комплекс простых упражнений. Это базовые приседания и отжимания различной планки. Сюда же можно подключить и подручные средства. Например, он использует стул в качестве опоры, а также смастерил боксерский тренажер из бумаги, прикрепив шар к дверному проему. Эстафету поддержали активисты движения из разных городов и республик СКФО. Мы решили не останавливаться и проводить зарядку дома, зарядку из подручных средств, зарядку креативную, разную. Также ребята подключились, очень много идей у ребят. Все дальше и дальше, я думаю, пока мы будем находиться в таком положении, она наберет новый оборот. Утренняя тренировка не только бодрость тела и духа, но еще и заряд энергии на целый день. Количество участников эстафеты «Ночни утро» с зарядки перевалило за 260 тысяч человек. Самая массовая прошла в Махачкале. Здесь был установлен рекорд. Весной прошлого года свое утро вместе с «Трезвой Россией» начали более 9 тысяч человек. И уникальность этого проекта в том, что посредством привлечения титулованных спортсменов, посредством того, что они будут проводить зарядку, передавать ее простым людям, передавать ее дальше своим друзьям, товарищам, те, в свою очередь, тоже должны были принять эту эстафету, провести зарядку, передать дальше. Таким образом, она у нас набрала большой оборот. После завершения режима самоизоляции «Трезвой Россией» продолжит продвижение своих акций эстафет по стране. Сейчас общественники готовят необходимую перечень предложений. Они нацелены добиться возрождения так называемых «пятиминуток» на производствах и в учебных заведениях. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Сидите дома и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин